Ну что, всем привет, поищем прибыльный товар для продажи на Амазон. Еще раз ищем прибыльный товар для продажи на Амазон. Прямо сейчас, ребят, 10-минутное видео, добро пожаловать на мой YouTube-канал, меня с Андрей Крейсберг. Если у вас проблемы с поиском прибыльных товаров для продажи на Амазон, то это видео будет идеально для вас, соответственно. Извиняюсь, что беру такие большие перерывы между контентами, но, уверяю вас, сейчас будет видео уходить почаще. Всем про это говорю, в последнее время, на самом деле, очень много проектов, очень много чего происходит, обучение и так далее, запуски, аутомейшены, клиенты, в общем, очень много времени уходит на помощь вам, ребят. Собственно, я решил сделать такое маленькое видео, помочь вам поверить еще раз в поиск прибыльных товаров, покажу вам, как мы их ищем, и как, собственно, находить прибыльный товар для продажи на Амазон за буквально 10 минут. Надеюсь, что-то для вас найду, может быть нет, посмотрим. Если что, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на этот YouTube-канал, в том числе на мой Телеграм-канал, на мои соцсети. Поставьте в комментариях слово вебинар, чтобы получить запись моего пошагового двухчасового вебинара о заработке на Амазон совершенно бесплатно, пока запись есть. Слово вебинар прокомментируйте прямо сейчас, чтобы зафиксировать с собой место. Слово вебинар в комментариях, окей? Как искать прибыльный товар, ребят, ну что? Раз, два, три, поехали. Начинаем, разумеется, мы с поставщика, да, то есть у нас есть, опять же, разные поставщики онлайн-ритейлеры, которых мы используем для поиска товара. Допустим, один из них это Walmart. Кстати, топ-список поставщиков в моем Телеграм-канале. Переходите в Телеграм-канале, закрепи пост, знакомите. Там внизу ссылочки, мои полезные ссылочки, в том числе и лучше самые поставщики онлайн-ритейлеры для перепродажи товара. Walmart один из них, в принципе, непроблемный поставщик, на нем легче всего эти прибыльный товар. И мы сейчас, собственно, с вами это и сделаем. Кликаем на Departments, просто как примерно доходим там Toyskits and Baby и в раздел там, допустим, просто рандомно. Я сейчас показываю, как мы должны найти с вами первый прибыльный товар. Вы находите первый прибыльный товар и потом делаете цепочку из товаров. Допустим, вот, перешел сюда, а я без разницы абсолютно, как я это делаю. Скорее всего, не будет прибыльный. Play Doh 10 долларов. Берем заголовок данного товара, копируем, заходим, переносим на Amazon, кликаем в Search, ищем товар подороже. Точно такой же Play Doh товар. Смотрим. Раз, два, три. Картинка такая же подходящая. Я ее не нахожу. Неважно. Окей, мы находим такой прибыльный товар по такому же принципу, как я нашел вот этот товар. Вот, пожалуйста, товар с Walmart. С 25.38 продается 49 долларов. Это ручной способ. Вам нужно найти просто один прибыльный товар. Допустим, вы заходите на Walmart и ищете... Здесь у нас это получается H-Day Cream. Это H-Day Cream. Можно сказать, через категории. Можно сказать, через поиск. Это крем для старения. H-Day Cream. H-Day Cream. Окей, ладно. Ищем точно такой же товар. Вот, 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 вот. Товар 24.86. Я его нашел. 25.38. Почему-то показывает здесь. Там может быть не тот. Сейчас иногда 24.8. Шеклама. Помню, такой же. Такой же. Кстати, здесь какой-то бренд, по-моему, другой. А, это Unbrand. Это без бренда, а это брендованный. Окей, вот, допустим, возьмем брендованный товар. Ниора, да? Ниора H-Day Cream, да? Нашли первый прибыльный товар ручным способом. Как потом искать товар намного быстрее? На самом деле, ничего сложного нет. Вы заходите просто на этот товар, который вы нашли. Сперва вы потратите, там, час, полтора, два, чтобы найти первый прибыльный товар. Либо можете воспользоваться моим сервисом Always сделки, где мы даем прибыльный товар для вас. Мой отдельный телеграм-канал, где публикуется онлайн-репетраж сделки почти каждый день для вас. Там, 80 штук в месяц. Пожалуйста, можете воспользоваться. Ссылочка внизу в описании под этим видео. Вы находите первый прибыльный товар, да? Спускаемся вниз по правой колонке. И здесь у нас есть количество продавцов, да? Вот здесь на правой колонке количество продавцов. Кликнем на 11 Other Sellers, да? И здесь, соответственно, идем по фильтру и фильтруем по Pride. Prime продавцы, это FBA продавцы. 10 FBA продавцов продают данный товар. Это продавцы, которые делают то же самое, что и мы делаем с вами, да? Заходим, кликаем на каждого из селлеров. Есть селлер Multinest. 5 Ships from Amazon.com. Есть селлер Avika, Devika, Ships from Amazon.com. Это разные продавцы. Обратите внимание на их рейтинг. У этого нет рейтинга вообще, да? У этого 4 рейтинга. У этой, возможно, девушки. У этого тоже ничего нет. Это свежие продавцы. Чем новее магазин, тем, в принципе, лучше. Скорее всего, они занимаются арбитражом. Скорее всего, мы сможем отфильтровать их товары, их магазин на количество сделок. Открываем Multinest, открываем Avika, Devika, допустим, да? Заходим на их магазин, визит Multinest Storefront в левом углу и смотрим, что у них продается в их магазине, да? Опять же, сразу почти можно будет понять, есть у них прибыльный товар, либо нет. У них всего лишь... У этого продавца всего лишь 7 результатов, 7 товаров. Открываем инструмент Seller Amp extension в правом верхнем углу. Это расширение, да? Влево. И здесь, соответственно, у нас будет список наших товаров. То есть, уже будут готовые ссылки, где можно искать товар через Google, по Google, да? Сейчас убираем данные, так, делаем Zoom out. И вот такая вот Tesla модель. Мне не интересно, как это такой товар. Скорее всего, не надо дешевле. Я уже чисто из опыта вижу. Какие товары, да? Какие товары нет? Top Stadium Club Chrome, UEFA Club. UEFA Club это меморабия. Такие карточки тоже, в принципе, неинтересно. То есть, у него всего лишь 7 товаров. Три кулабза 38.95. Кликаем Search Product on Google и пытаемся найти данное предложение на Google, да? Google, да? iHerb, ok, iHerb есть. Real Medicare, Amazon.com, eBay, eBay. Ищу какие-то знакомые сайты для себя. Ничего хорошего не нашел. Убираю этого селлера, иду дальше. Avika David. Кликаем на нее, да? Принцип вам понятен. Три товара всего лишь, ребят. Три товара. Какие-то очки, и нам это неинтересно. Заходим, ищем другого селлера дальше по списку через этого продавца. Почему мы это делаем? Мы это делаем, потому что с высокой долей вероятности эти продавцы берут этот товар с Walmart'а, и, скорее всего, мы найдем с вами что-нибудь еще через этих продавцов, потому что они делают онлайн-арбитраж. Вы так и так придете к этим сделкам. Почему вам нужно тратить на это 3-4 часа своего времени, если можно потратить буквально там 10 минут, опять же, поиска через других продавцов. By the run. У них довольно-таки плохая политика, кстати. Цен у этих селлеров, они берут с волном, потому что у них цена довольно-таки завышена. Либо не используют репрайсинг инструмент с ответственностью, да, что довольно-таки плохо. Кликаем универсал файнс. Такие свежие селлеры, свежие продавцы на этом листинге. Здесь уже что-то поинтереснее может будет. Посмотрим. Кликаем seller up. И давайте пройдемся по товарам. Есть ли эти товары где-нибудь у поставщиков? Top performance. Search for product on Google. Надеюсь, я не слишком быстро, ребят. Но это специально такой формат видео, где я делаю быстрый, быстрый, соответственно, такой быстрый performance. Ищу прибыльный товар для вас. Возможно, я что-то, возможно, я ничего не найду. Возможно, я найду. Сейчас давайте покликаем вот. Supplements, всякие там витамины, мне неинтересные. Science, Sport Energy Gel Pack. Окей, cool. Такие товары, такие Bob's Red Mill. Давайте этот Bob's Red Mill. Еда, grocery. Это non-returnable товары. Это хорошая довольно-таки тема, да. UK iHerb выскакивает. Крогер выскакивает. Крогер, дайте Крогер. Кликнем, посмотрим. White Coast. Walmart. White Coast pack for out of stock. На Walmart pack for pack for. Здесь нужно зайти в аккаунт в Крогере, чтобы смотреть. Здесь access denied. Они дали зайти. Смотрим дальше. Ничего здесь не находим. Идем к следующему товару. Спускаемся вниз. Никита Duhi, Rituals, Duhi. Такие товары довольно-таки непонятные. Fistool, какой-то вообще. Fistool товар. Коннектор товар. Fistool. Toolstation. Окей, смотрим. Просто рандомный ритейлер, который я, который я, в принципе, знаю, который я, в принципе, понимаю. Идем вниз. Craftsman. Окей, давай посмотрим. Craftsman. Amazon.com, eBay.com, Craftsman Tool. Окей, cool, 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 you buy, you buy. Ничего такого хорошего и неприметного. Мне этот селер не нравится. Идем на Buy Duran. Идем на YML Seller. У него 14 рейтингов. Может быть, у него одежда, найки, кроссовки. Возможно, делать ритейлеры петраж локально, потому что clothing и всякие кроссовки мы, например, не продаем. Вот у нас интересное. Такое у этого селера мерчендайз. Здесь, возможно, что-нибудь мы с вами найдем. Traders Joe. Какие-то шоппинг. Найдем, не найдем. Вот какой-то Leatherman Intercamable здесь у них есть. Такие генерик товары. Я вижу, что, скорее всего, может быть, что-то будет интересное. Может быть, что-то будет интересное. Leatherman Porto... 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 Porto Puntos, блин, боже мой, ну и название. Porto Puntos. Amazon ES. Испанское какое-то название. Не находит никакой товар. Ну, потому что ключевое слово очень странно. Здесь, на самом деле, да. Traders Joe. Backpack. Посмотрим, что здесь есть. Weis Kids. Halloween. Какой-то. Ну, Halloween довольно-таки это такой под... именно под... под праздник товар. Halloween прошел. Я записываю это видео. У него уже нет. Вот, естественно, здесь у нас Traders Joe 25-20. Set Amazon.com, Amazon SA. Эй, какой-то непонятный селлер тоже, ребят. Может быть, не самый хороший... не самый хороший товар, от которого нужно отталкиваться. Такое тоже вполне возможно, да. У этого селлера. Давайте другие какие-то селлеры посмотрим, что здесь есть у вас еще. Мне хочется найти что-то для вас. Не обещаю, что я это сделал. Опять же, я не делаю свои видео. У меня можете посмотреть... Недавно я делал еще одну часть этого видео. В правом верхнем углу. Там я нашел прибыльный товар. Опять же, я... Ну, это было бы... Ну, вот я вам товар прибыльный нашел после этого селлера. Сейчас, вуаля, нашли, нашли. Вот я вижу сразу третий товар. Это Pampered Chef товар. Берет оттуда. Это, кстати, хороший селлер, возможно. Я специально эти видео делаю не под формат. Знаете, на YouTube много всего там люди заходят, там заранее готовятся, ищут там товар. Я нашел вам прибыльный товар изначально. Я пытаюсь от него оттолкнуться и в реальных условиях вам найти прибыльный товар, чтобы это было, как говорится, не скриптед. Это было реалистично. Это было... Вот как это есть, а не просто там... Ну, всякое можно показать. Можно там нарисовать цифры и так далее. Зачем мне это делать? Я вам показываю, как есть. Просто как работает Amazon. Мне можете на 10 минут найти товар. Можете минут 20. Можете уйти полчаса. Зависимо от моего... От моей скорости. Я сейчас современно разговариваю тоже. Показываю вам. У этого рейтинг сдохлый, кстати, у этого товара. Тем не менее, он есть на Walmart за 20.99. Продает его за 17. Нет, тут прибыли у нас нету. Следующий товар. Мелауско. Exones. Какой-то. Даже выговорить не могу. Ребята, знаете, заходит такой контент. Поставьте палец вверх. Подпишитесь на канал. Если хотите, чтобы я делал больше видео про поиск прибыльных товаров, пожалуйста, дайте реакции на этом YouTube-виде. Это очень важно, ребят. Ваш фитбэк. Это все для меня, да. Walmart Canada. Вообще у меня показывает здесь какое-то, я не понимаю, да. Pumper Chef. Этот товар я вам гарантированно сейчас найду. Это прибыльный товар. Пожалуйста, Pumper Chef. 10 баксов. Продает за 17.45. Вот он есть, прибыльный товар. Один. Там прибыль будет небольшая, но это как вот сделка. Это показатель, что у этого селлера. И дальше вы можете уже отталкиваться от этих продавцов. Делать то же самое. Это показатель, что это прибыльный товар. Вы сможете найти еще больше. Здесь у нас прибыль мизерная. 1.54 прибыли вообще ни о чем. 200 продаж в месяц. Но я гарантирую, что если я продолжу это видео еще в ближайшие на минут 10, я найду через этого селлера еще прибыльный. Вот Pumper Chef товар тоже. Pumper Chef. Да. У Pumper Chef такой селообразный, довольно-таки поставщик. Но я верю, что не только оттуда берет товары. Вот у него еще Pumper Chef товар. Ну вот это 49.99. Это, это Cannes Opener. Да, это Cannes Opener. Ё-моё. За 19 долларов покупает, за 20 долларов, за 50 продает. Да, это что-то такое необычное. Это очень большая наценка. Здесь прибыль. Он не тяжелый. Он не должен быть тяжелым. Здесь прибыль просто. Наверное, какой-то селл в Pumper Chef. И сейчас 16.48. 82% рой. 82% рой товар, ребят. Ну, без комментариев. Да, сами понимаете. Давайте для интереса еще один товар попробуем найти. Не Pumper Chef, какой-нибудь, может, другой там. Pumper Chef хороший поставщик, но он отменяет товары. Там есть своя специфика работы через них, да. Вот. У них есть какой-то бренд. Они продают. Sensi. Sensi Brand. Давайте ищем через Google. Sensi Brands. 24.90 продается на Amazon. Смотрим на сайте Sensix. Возможно, они опт делают через этот сайт. У них дистрибуются через них. В Walmart есть данный товар. Посмотрим на Walmart. Так, Sensi можно искать по сайту. 31.88. Точно такой же товар еще нам это неинтересно. Я не буду еще искать. Заморачиваться, ребят, именно по сайту. Давайте еще буквально минутку поищем товары и будем заканчивать. Поставьте лайк этому видео, ребят. Вот еще товар с Pumper Chef. То есть мы уже нашли пару предложений с сайлера. Видимо, что Pumper Chef покупает. Можно остальные товары проштудировать. Глянусь какую-то. У них какие-то бренды непонятные. Какие-то Sensi, Milauk. Возможно, надо делать немножко арбитража и немножко холдсейла. У него приват дистрибуция, через оптовика, через конкретно бренд Sensi, может быть, да. Потом вы делаете то же самое, ребят. Вы заходите на товар Pumper Chef, который вы нашли. Спачева, да. Палка это, да, для... Не знаю, как это будет по-русски правильно, да. Вот здесь у нас есть. Переходим на других продавцов. Делайте то же самое. Сортируйте по FBA и ищите дальше. Постоянная воронка. Постоянный и постоянный генератор идей. 21 селлер. Запускаемся вниз. Вот раз, два, три, четыре. Заходите на этого селлера и делайте абсолютно то же самое. И ищите товары дальше. Ребята, таким способом можно ходить очень много быстро прибыльных товаров. Разумеется, я не делал какой-то углубленный анализ товара. Я не смотрел там кейпу, не анализировал и так далее. За этим всем, ребята, у меня есть все это обучение Amazon Mastery. Сейчас идет запуск. До конца месяца можете к нам присоединиться, потом ворота закрываются. Смотрите, ссылочка внизу в описании на обучение Amazon Mastery. Надеюсь, это было не слишком быстрое для вас видео, но это формат такого видео, где я объясняю, просто показываю, как сказать, прибыльные товары. Сопровождаю это очень быстрым общением с вами. Вот, и поиском средств на прибыльных товаров. Simple Human продает, кстати, интересно. Zippo, Boutan, какой-то непонятный, да. Будем заканчивать, ребят, поставьте палец вверх. Товара здесь у нас нету нормального на этом, да, на этом поставщике, на этом сейнере. Вы поняли принцип поиска прибыльных товаров. Это быстрый метод. Лайк, подписка на канал. Любые вопросы пишите в комментариях. Комментируйте слово вебинар. Если хотите получить пошаговый вебинар о заработке на Амазон, запись двухчасовая, пока она есть. Все, ребят, всем спасибо за следующее видео на канале. Пока-пока.